Всем привет! Меня зовут Науменко Олег и занимаюсь строительством каркасных домов и крыш. Сегодня я хотел рассказать о важном инструменте, особенно для строителей, которые занимаются и кровлей, и каркасными домами. Сколько приходится бить гидроизоляции, пароизоляции, подкровельного ковра, подкладочного. О таком инструменте, как степлер. Обычными степлерами я уже года 4 не работаю. Работаю только ударными степлерами или молотковыми. И вот для тех, кто хочет купить себе степлер, я хочу сделать обзор, а вы уже выберите, я расскажу о всех достоинствах и недостатках, а вы уже выберите, какой вам больше понравится, подойдет по всем его характеристикам. Оценивать мы их будем по количеству скоб, вес, теряемые механизмы, удаление скоб, удобство рукоятки и установка скоб. Ну, хочу начать с того, все они в скобы застрают очень-очень редко, намного они все удобнее обычного степлера. Скорострельность у них просто вообще не сравнится. Вот когда мы каркасный дом оббиваем гидроизоляцией, строители знают, сколько приходится скоб бить. Скорость прекрасная, дотягиваемся туда, куда мы обычным степлером не дотянемся. То есть, очень удобная штука. Вот у меня здесь 4 степлера. Бош, Бостич, Стэнли и специальный кровельный степлер, тоже Стэнли. Это Фатмакс, профессиональная серия. Ну, начнем с Бош. Количество скоб. Количество скоб у него 200 штук. Вмещаются в магазин 200 штук. Две таких вот обоймочки ставятся. Тип скобы 53. Чем он хороший? Бьет китайские скобы. Вот самые дешевые скобы. 53 тип. Бьет ни одной осечки. Так, теперь будем поподробнее о нем рассказывать. За скобы я сказал 200 штук. Вес 550 грамм. Хочу сказать, в этих степлерах вес, даже вот 550 грамм, как бы он легкий. Но не сильно удобно им бить, потому что вот которые по 800 грамм, по 900, ими как бы удобнее бить, там усилий никаких не прилагаешь для забивания скобы. Теперь установка скоб. Скобы ставятся очень неудобно. Вот тут такой, как бы, ступенечка есть в нем. И вот если мы чуть-чуть вниз, надо скобу прямо поднимать вверх, и тогда она хорошо заходит. То же самое с пружиной. Вот здесь вот этот элемент, он такой, как на шарнире. Вот им тоже вот тяжело попасть. Особенно вот когда находишься на крыше. Ну, скаты разные бывают, когда там сам еле держишься, еще вот этим заниматься, это очень, как бы, проблематично. Дальше. Удаление застрявшей скобы. Хотя это бывает очень-очень редко во всех четырех моделях, которые я показал, очень редко. Удаление застрявшей скобы. Вот берем за вот этот механизм и поддавливаем так чуть-чуть. И вот эту штуковину, вот я в тонких перчатках, ее проблематично взять. Вот. Удалили. Теперь вытаскиваем вот эту часть. И пластина. И вот только сейчас мы добрались до скобы. Вот. И удаляем скобу. Застрявшую. Отсюда нам уже ответ. Теряемые, не теряемые части степлера. У нас тут все части теряемые. Вот представьте, вы на крыше, вам надо, ну, скоба там застряла, вам надо ее удалить. Это все надо, вот эти довольно-таки маленькие, тонкие детали, надо куда-то ложить. Опять же, ложить в подсумок. В подсумке обычно большие карманы, вот положи, куда его. Ну, в общем, проблематично. То же самое опять сборка. Вот я в тонких-тонких перчатках. И вот это вот так все. Теперь вот ударные, вот эта вот пластина ударная, которая выталкивает скобу, вот в нее еще надо попасть. Вот, попадаем в нее. И опять мы вот регулируем нажатием, что у нас вот здесь отверстия, они совпали. Все. Все, опять вот он готов к работе. Здесь есть два болта, вот они можно и крестовой отверткой, и ключом регулировать утопаемость, глубину забивания скобы. Ручка резиновая, как бы не особо удобная. Здесь вот есть такой ограничитель. Она, во-первых, квадратная. Вот, неудобно в руке, вот лично мне неудобно держать. И она короткая, как бы вот, ну, неудобно. Если держать так, там будет неудобно бить, мы будем бить по пальцам. Ну, как бы за бош все. Бьет скобы хорошо, но если брать другие параметры, больше минусов, чем плюсов. Теперь Стэнли. Тут принцип такой же. Нажимаем и подаем вверх. Тип скобы у него 140-й. Причем вот родные скобы степлера. Они стоят в два раза дороже, чем обычные скобы. Я не знаю, почему, но, наверное, из-за коробки пластиковые. Скобы ставятся довольно легко. Вот, опять же, пружину тяжело вставить. Вот, механизм этот ходит. Может быть, это так и надо. Ну, вернее, так это и надо. Но попасть довольно проблематично. Попали. Все. То же самое. Работает безотказно. Ручка резиновая. Довольно-таки удобная. Вот именно по длине. Но по толщине она в толще Боша. Хотя и там, и там механизм проходит через ручку. Вот. Теперь удаление скобы. Тут такая же проблема. Еще похлеще, чем в Боше. Здесь вот в резиновой ручке идет вот такая выпуклость. Вот мы ее нажимаем. Вот. И у нас вылазит вот эта запчасть, которой надо ее только гвоздем поддевать. Больше ничем. И опять же, вот она вылезла до определенного момента. И надо вот регулировать. Все. Вытащили. Все то же самое. Теряемые запчасти. Это минус. Любая может упасть. Потом найди ее, пойди. В общем, все уже. Считайте, степлера нет. Единственное, что здесь легче. Здесь нет. Это еще пластины, как в Боше. Ну и как бы все. Опять же, здесь еще стоит шестигранник. Регулировать глубину. Вперед-назад подавать. Вот этот баек, который выталкивает скобу. И вот глубина тоже регулируется вот этими вот болтами. Тоже регулируется вот пластина. Вверх-вниз подается. Там по-разному можно регулировать. Ну, фу-фу. Как бы не приходится их регулировать. Довольно качественно все сделаны. Очень толстый металл. Они не гнутся, падают. Как бы, ну... Опять же, вот проблема. Надо попасть в этот баек. Опять так же вот. Вот может видно. Ходит. И вот надо подрегулировать, чтобы попало вот отверстие в отверстие. Ну, и как бы тоже не особо... Вот видите, вот не могу попасть. Ну, принцип, как и у Боша. Как бы больше минусов, чем плюсов. Потому что, если взять в общем все степлеры ударные, вот эти, или молотковые их называют, то как бы это больше минусов. Теперь Бостич. Тип скобы 53. Вот родные Бостича скобы. Пачки идут по 5 тысяч. Они вообще там, по-моему, там буквально на 3 копейки дороже, чем обычные скобы. И они шире, чем обычные. То есть, если мы в Бостич поставим обычные скобы, то он их будет бить по 2 скобы. Тоже бьет все скобы. Китайские, не китайские, там любые, самые дешевые, все загоняет. Прекрасно. И у него, вот, именно у Бостича, вот скобы, если видно, вот домиком идут. И при ударе скоба становится ровной, выравнивается ровной, ну, как бы не пробивает ни подкладочный ковер, ни гидро, ни пароизоляцию. Вот, тут скобы уже есть у меня. Вот. Сразу хочу сказать, ну, я думаю, это не будет рекламой. Как бы, это мой самый-самый любимый, вот, потому, какой он уже весь покоцанный. Я работаю только им. Установка скобы. Вот, мы просто здесь оттягиваем рычажок. Все, установка скобы. Поставили. Все, скоба установлена. Элементарно. Ни одной теряемой запчасти. Надо достать скобу застрявшую, хотя это, опять повторяю, очень крайне редко бывает. Все, достали. Это очень удобно для кровельщиков, и все равно каркасный дом обиваешь, по лесам ходишь. Все, закрыли. Готов к работе. Единственный его недостаток, у него устанавливается, вот, его родных скоб 100 штук. Ну, и как бы, если ломать вот одну пластинку пополам, то 150 туда влазит. Вот, единственный недостаток, потому, что в тех по 200 скоб. Ручка резиновая, ручка резиновая очень удобная, никаких теряемых частей. В общем, супер. Вот, забостичь, все. Дальше. Это профессиональная серия Стэнли, именно для кровельщиков. Тоже, как бы, вот, установка скоб. Нажимаем. Все, вот эта часть выходит, она не теряемая. Скобы, где их, вот они. Установка скоб. Тоже плюс. Вот, тут есть скобы. Вот, мы просто их кладем сюда, в этот паз. Вот. Вот сюда 250-300 скоб влазит, в этот степлер. Он довольно-таки длинный. А, еще завес, хочу сказать. Бош, 550 грамм, 850 грамм. Бостич, и Стэнли, 920 грамм. Этот степлер весит килограмм, 250 грамм. Вот. Ну, как бы, количество скоб плюс, установка плюс, извлечение скоб тоже плюс. Вот у нас застряла скоба. Хотя, именно в этом они вообще, ну, я и не помню, когда они застревали. Вот. Открыли, теряемых механизмов вне скобу достали. Дальше. Почему он весит килограмм 250, и почему здесь вот этот, как его назвать, набалдажник. Это касается вот именно для кровельщиков. Вот при нажатии вот этой, вот, вот, одна желтая кнопочка, и вторая, это как рычаг, не рычаг, кнопка. Если мы эту кнопку вот отводим влево и подаем вперед, у нас, если видно, вылазит нож. Это тоже очень удобно, потому что, вот, когда, допустим, подкладочный ковер, касаемо вот мягкой кровли мы кладем, то надо нож брать, там, степлер куда-то убирать, ножом отрезать, в общем, это тоже, как бы, не особая, но проблема. Здесь вот мы нажали, и у нас нож вылез. Все, подкладочный ковер мы отрезаем, элементально. То же самое вот касается пароизоляции, гидроизоляции. Вот кто знает, вот Utafall Silver, он очень плохо режется. Все, режет прекрасно. Теперь, как удаляется нож, и как он ставится. Вот этот рычаг мы подаем вперед, он у нас буквально 5 миллиметров не доходит. Когда мы нажимаем вторую желтую кнопку, она дает ход этому рычагу, и вот нож выпал у нас. Все. Так же он и ставится, вот он и двухсторонний, так же он и ставится. Рычаг подаем вперед, нажав эту кнопку, вот он у нас так не идет. Все. Нажав кнопку, подаем вперед, и ставим рычаг, просто всовываем. Все. Нож уже зафиксировался. Потом, вот у нас подсумок, вот крепление для молотка, держатель, молоток мы убираем. Тоже удобно, лазим по крыше, он не выпадает, потому что если мы будем в сумке лажать сюда, есть шанс, что он выпадет. Здесь он намертво, как бы это тоже очень удобно. Ну и как бы все, а, еще не все. Так же вот, допустим, USB, оно довольно-таки мягкое. Так же, как, сейчас сделаю. Так же, как они забивают USB, так же они все и бьют в фанеру. все элементарно, любой забивает. Тут еще есть, сколько нету. все, так что, думайте, покупайте такие степлеры, и уже из моего видео решайте, какой вам будет удобнее, какой лучше, какой хуже. Ну, на этом как бы все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, до свидания.